всем огромный фото привет и сегодня у нас с вами обработка в lightroom обрабатывать мы с вами будем вот такие снимки а в результате получим фотографии с такой яркой сочные цветокоррекции и тонированием снимки с которыми сегодня буду работать будут находиться по ссылке под видео а результатом нашей с вами работы получится пресет который вы сможете сохранить панели пресетов на пока или в меню стиле на телефоне и в качество подарка я вам передам пак состоящий из сегодняшнего пресета и 8 дополнительных все пресеты вы также можете скачать по ссылке но они будут под паролем пароль всплывет два раза в подсказках вот в этом месте и если вы прозеваете одну то другую точно увидите поэтому будьте внимательны важные моменты про обработку и пресеты обработка которую мы сегодня с вами будем делать красиво будет смотреться практически на любых фотографиях особенно там где есть голубое небо пресеты которые я вам отдам в этом видео подходит для всех программ по обработке изображений от adobe photoshop это lightroom камера roll и конечно же для мобильного lightroom инструкция по установке настройки пресетов также находится в папке с пресетами по водной части все двигаемся дальше итак друзья вот фотография которую мы с вами будем обрабатывать и первым делом я кликну галочки удалить хроматические аберрации и включить профиль коррекции двигаемся дальше и переходим в базовые настройки и так снимок я хочу сделать поярче поэтому подвину экспозицию немного вправо вот этого будет достаточно снимок выполнен днем днем мы с вами имеем жесткий свет поэтому для того чтобы немного смягчить изображение я слегка прижму контраст где-то порядка минус 20 будет достаточно для того чтобы проявить небо я света подвину до конца в минус 100 а для того чтобы добавить информацию в теневых участках изображения я тени подвину вправо где-то примерно на плюс 70 добавлю текстуры 15 я думаю будет достаточно немного четкости 10 я хочу повысить насыщенность в средних тонах поэтому я именно сам ползунок насыщенность убираю пожалуй где-то вот так на минус 25 а сочность подниму и это даст мне как раз насыщенность именно в средних тонах изображения давайте сделаем где-то вот плюс 40 сюда возможно мы еще вернемся а сейчас давайте перейдем в каналы rgb и дополнительно поработаем с контрастом изображения я зажимаю кнопочку alt кликаю на ключевые точки они как раз находятся на пересечении в темных средних тонах я опускаю кривую вниз добавлю еще одну точку и потяну еще немного ниже а точку черного подниму немного вверх отлично точку белого я опущу немного вниз а в средних светлых тонах я слегка приподниму и так в кривую мы еще с вами вернемся когда будем делать тонирование теперь давайте перейдем в панель и чисел color и поработаем с цветокоррекции и так давайте мы подергаем ползунки насыщенности посмотрим какие цвета у нас с вами есть и так красный присутствует точечно только в некоторых местах я красный хочу сделать похолоднее и чуть-чуть потемнее оранжевый цвет оранжевого цвета у нас здесь соответственно гораздо больше в том числе и на коже поэтому обращать внимание мы с вами будем на кожу давайте мы с вами ползунок тональность оранжевого подвинем немного влево я думаю что минус 12 будет достаточно и добавим немного насыщенности смотрим на кожу цвет кожи должен оставаться реалистичный плюс 9 я думаю будет вполне достаточно желтый цвет желтого цвета тоже достаточно много давайте мы в желтый добавим слегка оранжевых оттенков даже пожалуй посильнее минус 55 насыщенность насыщенность я убавлю до минус 60 и так зеленый цвет зеленый цвет тоже у нас присутствует я не хочу чтобы он здесь явно бросался в глаза давайте мы его сделаем слегка потеплее уведем тональность в сторону желтого минус 35 36 будет вполне достаточно и прижмем насыщенность минус 35 меня вполне устраивает так ну теперь самое интересное это небо за небо отвечает конечно же в большей степени синие и иногда немного аквамарин ну давайте посмотрим и так синий цвет у нас только на небе синий я переведу в сторону аквамарина я хочу получить вот такой вот мистический интересный красивый синий цвет но насыщенность синего я немного прижму совсем чуть-чуть где-то в минус 18 в моем случае будет достаточно теперь давайте посмотрим аквамарин и аквамарина на этом изображении практически нет но если он будет проявляться на других фотографиях когда я буду применять пресет я хочу его приблизить по значению к синему цвету поэтому я тональность аквамарина уведу немного в сторону синего на плюс 20 значение насыщенности также прижму минус 18 абсолютно так же как и синего цвета пурпурный мадженто на моем изображении отсутствует поэтому я их трогать не буду и теперь давайте переместимся в каналы и поработаем с кривой и так красный канал зажимаем кнопочку alt ставим ключевые точки со светлыми участками я здесь работать не буду я поработаю только в средних и в темных тонах поэтому давайте мы с вами зафиксируем светлые тона чтобы они у нас здесь не извивались когда мы будем работать с темными участками теперь оставшуюся точку в средних тонах двигаем немного вниз добавляем еще одну точку двигаем немного вниз все это я делаю удерживая кнопочку alt это вам позволяет более ювелирно работать с кривой в итоге у нас появляется такая кривая с небольшим отклонением в средних и темных участках дальше выбираем зеленый канал делаем то же самое ставим ключевые точки теперь фиксируем светлые тона мы с ними работать не будем а здесь опускаем немного вниз если у вас на фотографии присутствуют кожа обязательно обращайте на это внимание кожа человека должна все-таки оставаться в естественных тонах и теперь перейдем в синий канал и сделаем абсолютно то же самое не забывайте удерживать аромат альт так он будет проще работать с кривой оставшуюся точку мы с вами потянем не вниз а наоборот немного вверх теперь давайте вернемся к базовым настройкам и сделаем наше изображение еще немного помягче точку черного подвинем вправо на этом изображении можно немножко добавить насыщенности теперь друзья давайте в панели инструментов опустимся немного ниже значение которое я буду выставлять это не аксиома потому что виньетка регулируется под каждый снимок индивидуально и так я подвину значение где-то в сторону минус 20 центральную область уберу полностью влево для того чтобы зритель сконцентрировался на самом центре изображения округлость подвину вправо немного осветлю тем самым центральной области и добавлю растушевки теперь значение можно немного вернуть на место пожалуй вот так вот будет достаточно итак друзья теперь давайте перейдем снова в каналы и теперь подвигаем каждую точку в каждом канале для того чтобы подобрать тонировку которая нас устроит как смешивается цвет в каналах вы уже прекрасно знаете а если нет и смотрите это видео впервые то обязательно зайдите по подсказке сверху и посмотрите вот этот видеоролик у вас будет меньше вопросов что происходит с кривой когда двигаешь точки кривой вверх или вниз вкратце если рассказать о кривой то когда мы с вами работаем с кривыми в каналах то делая даже легкую с образную кривую в каждом канале мы с вами повышаем цветовой контраст изображения не световой контраст который мы получаем за счет ползунков контраст rgb точки черного и белого а именно цветовой контраст то есть мы повышаем глубину непосредственно самого цвета ну в общем друзья на этом все осталось только посмотреть какое изображение у нас было и что в итоге мы получили мне такая обработка нравится понравилось ли вам пишите обязательно в комментариях под видео и так давайте сохраним пресет и номер этому пресету я присваиваю 009 так как 8 у меня уже есть создать теперь давайте откроем пак с пресетами вот они все 9 пресетов 9 мы только что с вами создали и теперь давайте посмотрим на других фотографиях как работают эти пресеты давайте начнем вот с этой фотографии и так амулет 001 получилось темновато идем в базовые настройки повышаем экспозицию вот так уже гораздо интереснее следующее изображение давайте посмотрим какой пресет подойдет здесь пресеты хоть и похожие но все-таки немного разные мне больше нравится вот здесь да пожалуй четверочка будет самый раз да точно четверочка так чуть чуть поярче отлично в таких случаях когда у вас появляются засветы я обычно рекомендую добавлять градиент так выбираем градиент вытягиваем его сбрасываю предыдущие настройки и ползунок экспозиции отвожу немного левее давайте обработаем еще пару фотографий давайте обработаем вот эту фотографию и так амулет 1 2 3 4 5 6 7 8 и наш с вами 9 мне здесь больше нравится 5 пресет здесь также лучше доработать градиентным фильтром да совсем другое дело давайте применим какой-нибудь пресет вот к этой фотографии ухты мне кажется семерка будет интересная фотография немного темноватая и поэтому мы с вами слегка повысим экспозицию очень приятные оттенки синего цвета такой цвет называется бирюзовый и он достаточно неплохо смотрится на таких фотографиях и если вы следите за моим инстаграм то наверное помните пост с фотографиями где я рассказывал рецепт такой обработки обязательно после того как вы сделаете рецепт нужно сказать семь раз simsalabim и тогда фотография получится очень красивой а на этом друзья сегодня все но нас ждет еще много открытий различных сюжетов и жанров множество секретов стиле и способов обработки поэтому не забудь подписаться именно так ты не пропустишь новый урок и опробуешь новый метод обработки своих фотографий пиши комментарии не стесняйся делиться своим мнением она обязательно будет полезно всем кто любит фотографию ставь лайки меня это мотивирует делать ролики чаще если ты впервые на моем канале то загляни в телеграм-канал там тебя ждет подарок из моих лучших 12 пресетов и абсолютно всех приглашаю в чат телеграм-канала для живого общения обсуждения и знакомства заходи в инстаграм я там тоже делюсь советами по обработке фотографий и выкладываю свои лучшие работы и те которые набирают высокие рейтинги становятся сюжетом очередного видео поэтому твоя активность в инстаграм также влияет на мой видео контент на ю тубе все ссылочки на соцсети находятся в описании к видео творческих кадров вам друзья и всем пока до встречи в инстаграм телеграм и в следующем видео а Субтитры сделал DimaTorzok